С сегодняшнего дня в Салькамском округе прекращают работу две ледовые переправы. Речь идет о переездах через Каму в поселке Нижний Склад и через протоку Боровская Волошка в поселке Усть-Боровая. Это связано с потеплением, которое пришло в Прикамье. Спасатели напоминают при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе и вблизи рек, стоит звонить по телефону 112. В Центральном доме кинематографистов в Москве с 5 по 7 апреля состоятся Дни пермского кино с возрастным цензом 18+. Программа включит в себя архивные и современные фильмы от пермских режиссеров, а также ленты, снятые о Прикамье. Зрители увидят 3,5 дня из жизни Ивана Семенова, второклассника и второгодника. Нашумевший кинохит «Сердце Пармы», от Орла до Праги дивизия «Черных ножей» и многое другое. Всего в программу вошли 19 фильмов. Краевые власти разработали порядок эвакуации электросамокатов. При обнаружении средств индивидуальной мобильности, которые нарушают правила размещения, их сфотографируют, отметят повреждения, составят акт и увезут на штрафстоянку. Чтобы забрать электросамокат, владельцу придется заплатить 1500 рублей, а также плату за хранение транспорта – 100 рублей в сутки.